Доброго времени суток и сейчас у нас вторая часть видео посвященная мультиметру Victor86E. Разберем его, посмотрим, что там внутри и удастся ли починить кнопку Range. Как обычно, холстер достаточно плотно подогнан. Кстати, батарейку можно поменять, не снимая этот холстер. Китайская наклеечка. Ну и, собственно, вот сам мультиметр. Два болта наверху и один в отсеке для батарейки. Здесь обычный болт установлен с металлической вставкой. Сама батарейка, кстати, вставлять достаточно неудобно. И сам держатель для батарейки не вызывает доверия. Это, я так полагаю, саморезы. Судя по звуку, да, это саморезы. Ну, как бы ожидать другого было глупо. Закручены они достаточно туго. Добрались внутрь. Первое, что бросается в глаза, это апторазвязка. То есть, этот мультиметр не имеет прямой гиганической связи между измеряемыми напряжениями и USB на компьютере. Дальше, что бросается в глаза, это припаянные достаточно неплохо разъемы. Интересно выполненный экран. То есть, обычно тут китайцы просто вкладывают фольгу, а здесь она с помощью припаяна пластиком к задней части. Правда, с довольно большим вырезом. Видимо, этот корпус на 100-500 различных моделей рассчитан, и поэтому здесь есть еще место под динамик, но он где-то, видимо, в другом месте. Ладно, разберем дальше и посмотрим. Вот мы и добрались внутрь, посмотрим, что у него в плане защиты. В плане защиты у него два предохранителя. Один стеклянный, другой керамический. Керамический, я так полагаю, просто корпус из керамики, никакого наполнителя, позволяющего разрывать большие токи у него нет. Да и размер большим током не соответствует. В общем, ничего хорошего в плане предохранителя в этом тестере нет. Дальше шунт у нас защищает супрессор и три термистра. Это вся защита. То есть дальше у нас, вот он, плюсовой контакт, и он уходит напрямую на переключатель режимов. Защита, ну, мягко говоря, невысоковольтная. Кстати, на нем при этом написано, что это 1000 вольт категория 4. А, не, 600 вольт. Ну, 600 вольт. Может быть, переключатель режимов еще и не пробьет. Вот. Естественно, в никакие высоковольтные устройства таким тестерам лезть не стоит. По крайней мере, без внешней защиты. Потому что, скорее всего, пробьет дорожки по переключателю режимов и основной микросхеме хана. Ну вот, диод отпаян, дисплей снят. Что у нас тут есть? Основная микросхема, маркировка и даташит, я, скорее всего, положу в описании. Еще один термистер. Блок делителей. Весьма экзотически реализованный из двух штук еще и в экране. Дальше какой-то операционник. LM385. Да, LM385 в качестве опорника. Ну, в общем, ничего фантастического. Вот. Запиленная какая-то микросхема USB. И еще один какой-то спиленный операционник. Сдвоенный, видимо. Также многооборотный потенциометр, которым устанавливается опорное напряжение. Ну вот, собственно, и все. Больше в этом тестере. А, ну вот еще и кварц видно. То есть, частоту он кое-как мерить умеет. Попробуем теперь его починить и посмотреть, что же из этого выйдет. Вот, собственно, вот в этом и заключается проблема с нерабочей кнопкой. Она значительно ниже. А теперь при помощи потенциометра VRF, опорного, источника опорного напряжения, попробуем привести его в соответствие с реальностью. Ну вот, как-то так. Мультиметр отремонтирован. Это хорошая новость Apple High. Режимы относительных измерений тут все-таки похоже нет. Видимо, придется так же, как с юнитами, добавлять либо через микроконтроллер, либо дополнительную кнопку, либо что-то еще. Либо обходиться без него. В заключение хочу добавить, что все-таки эти мультиметры построены на разных микросхемах, немножко отличающихся деталями. Вот. И поэтому Ultra DMM на нем, по крайней мере, без станции с буглом не запустился. Соответственно, вот скрин родной программы. Как видим, она работает на 64-битной семерке вполне без всяких проблем. То есть никаких проблем с подключением к компьютеру этого мультиметра не должно быть. Общее впечатление о нем по сравнению с 71-м юнитом его можно откалибровать. То есть у него есть подстроечники, а 71-м имеет цифровую калибровку и без специального оборудования вы это не сделаете. 61-м в этом плане аналогичен. У этого мультиметра нет функции относительных измерений. То есть она в чипсете присутствует, но ее надо разводить каким-то кустарным способом. Точность этого мультиметра с завода, по крайней мере, купленного в Китае, не порадовала. То есть на границе своих спецификаций я ожидал большего. Как правило, купленный в России мультиметр ни разу не калиброван и показывает практически точные значения. Может быть, китайцы более тщательно подходят к калибровке и проверке качества устройств, отправляемых по официальным каналам. А внутри китайские, которые продаются на ebay, скажем так, третий сорт не брак. Как видим, этот мультиметр пришлось еще и отремонтировать перед использованием. Естественно, можно было вернуть деньги, но тут был интерес посмотреть, что у него внутри. Ну вот на этом, наверное, и закончим обзор этого мультиметра. Продолжение следует...